так ваши вопросы переходим к ним так вроде рассказала голопом в основном всю информацию которую хотела донести получение рабочей визы в канаду и америку процесс один и тот же для работодателя для меня я не знаю как в штатах мы не занимаемся соединенными штатами что касается канады то процесс наема вас на работу это геморрой как для вас так и для работодателя сто процентов для вас причем это меньше геморрой для работодателя это ход в мешке причем я вам сейчас приведу один пример и вы поймете почему так сложно и с каждым днем будет становиться все сложнее неангажированно без дополнительных как сказать давлений найти потенциального работодателя дистанционно себе в канаде вот жил-был один человек однажды он решил податься на программу иммиграции rural and northern immigration pilot выбрал он себе город сделал приравнивание сдал язык а по профессии он был кто трак драйвер дальнобойщик казалось бы красава это же одна из тех самых стриптизеров профессия идеальная для подачи на поиск потенциального работодателя и вот находит этот товарищ работодателя себе на дальнобойщика уговаривает этого работодателя работодателю все нравится но дальнобойщик по денисварщик это тот кандидат который когда приезжает в канаду должен сначала пройти программу курс подготовки для дальнобойщиков потом сдать теоретический экзамен а потом сдать вождение и только потом он получит лицензию которая позволит этому работодателю запрячь дальнобойщика и он начнет наконец-то отбивать зарабатывать деньги в общем худо-бедно вроде работодателю все понравилось джобойфер он выдал город по rural поддержал этого кандидата кандидат явился и приехал всей своей семьей работодатель значит должен был и он это сделал оплатил курс подготовки пять с половиной тысяч канадских долларов какие-то базовые постоянно должен давать деньги потому что человек не работает учится да и что-то должен кушать он же не может на другой работе типа работы с тех пор как он пришел приехал в канаду и начал учиться и попытаться сдать этот экзамен уже сейчас прошло четыре месяца четыре месяца для работодателя попадало вам на деньги большие дальше больше человек с первого раза не сдает экзамен по вождению экзамен откладывается еще там на месяц то есть он уже должен был там сдать мне пару месяцев назад он не сдал его переписали на другую дату плюс карантин эти даты постоянно скачут вот он должен был сдать эксет не знаю чем закончилось надо выяснить на днях этот экзамен если он его не сдать но при этом и что делает этот человек параллельно я работодатель он терпеливо ждет плюс работодатель немножечко намекает что неплохо было бы чтобы ты потом со своей зарплаты вот это все мне бы как-то компенсировал ну за эти курсы за эти месяцы я тебе даю деньги там на еду на все вот эти вещи и что делает наш человек он идет к представителю города и жалуется что работодатель с него требует деньги на что город максимально форсированно лоббирует его интересы и человек получает статус пмж то есть он еще ни дня не проработал на этого работодателя статус пмж он получил соответственно мотал на одно место этого работодателя уже в принципе ну дальше от его совести конечно зависит но главный вопрос дня как вы думаете захочет ли дальше этот работодатель принимать к себе иностранных работников мало того что он его взял мало того что он его на него еще ни дня не проработал мало того что он деньги потратил он еще и наговорил городу на этого работодателя ну и скажите вот кто после этого и это это не то что там один раз исключение мудачок попался нет это каждый раз такое происходит каждый раз интересы работодателя будут иными чем ваши интересы и вот это будет постоянная разница и каждый раз работодатель будет ожидать одно получать другое, и на следующего человека он будет уже отказываться. Он будет говорить, нам не надо. У нас тоже был работодатель, который там по кулинарии, из-за того, что надо соблюдать какие-то технику безопасности, определенные нормы. Когда работодатель работает сам в себе в своем селе, какая техника безопасности? Кому? Все все знают, и так ничего не надо писать. В принципе, как у нас. Что происходит, когда приезжает новый иностранный работник? Его что-то может не устраивать. Он, например, работал в Мишленовском ресторане, а тут попал в эту Забегайловку. Но он как-то хочет улучшить. Он тоже что делает? Приходит к представителю города и говорит, слушайте, тут у нас небезопасное место, тут небезопасное место, там и вообще что-то много часов работы дает. Что делает город? Открывает свою ротяру и этому работодателю объясняет, что у тебя должны быть таблички висеть тут, а здесь у тебя, не знаю, противогаз надо повесить, еще что-то. Это надо работодателю в Мишленовском ресторане. Он опять же как работал, так и работает. Его прибыль не увеличилась от того, что приехала звезда какая-то очередная. Но геморроя увеличилась в разы. Теперь какой-то город вдруг решил наблюдать за тем, как он работает, что у него там висит или не висит, какие-то таблички и надписи внутри его заведения. Захочет он после такого опыта взять к себе еще какого-то повара из-за рубежа. Никогда в жизнь. Поэтому это всегда, когда вы, вам очень много, я слышу там коллег, которые говорят, если вам говорят, что надо платить работодателю, это все кидалово, попробуйте найти бесплатно. Ну попробуйте. Вы увидите, что вы упретесь именно в эти двери. Почему работодатель говорит, ты сначала приедь, а потом мы уже будем разговаривать. Потому что ему не нужно это, он не знает, как вы себя поведете. А ему его кореша, другие работодатели уже рассказали, чем это может закончиться, чем чревато. Ты попадешь на деньги, не получишь человека, еще испортишь отношения с городом. Ну кому? Поэтому это крупное везение, если находится такой работодатель, который хотя бы за деньги готов хоть что-то сделать и вообще вас позвать. Редкий случай. Я не говорю, что это повсеместно происходит. Но когда вы слышите, что реально есть в Британской Колумбии стоимость джи-гофера 60-80 тысяч канадских долларов, это правда. И я считаю, что это от рископравным. Потому что это вы покрываете таким образом затраты на весь процесс работодателя, плюс первый год заработной платы, если вы соскочите куда-то. А гарантировать, что вы не соскочите, не может никто, даже вы. Поэтому вот такая вот печальная, но весьма честная, честный взгляд на то, что происходит с работодателем. Так. Примерно время необходимое для поиска работодателя на повара, если заключать договор с вами. Мы не занимаемся трудоустройством. Услышьте нас. Мы это говорим каждый раз. Мы не занимаемся прицельным поиском для вас потенциального работодателя. Потому что это очень рискованно. Мы вполне можем не найти. Мы занимаемся иммиграцией. И если так происходит, что в процессе вашего сопровождения по иммиграции, по нашей стратегии, где мы выбрали несколько или одну, там, в основном, это несколько иммиграционных программ, на которые можно подаваться, вдруг всплывает работодатель или появляется другая программа, выездная, виртуальная сессия, где под ваш опыт работы есть работодатель, то мы будем вас пихать в любое место, куда пихается. Но заключается с вами договор, для того, чтобы найти вам работодателя. Во-первых, вы это не потянете по деньгам. Во-вторых, оно нам не надо. И это очень рискованно. Опять же, мы сторонники представлять все-таки интерес вас, как семей, а не работодателей. Если мы начнем искать работодателей, то нам придется представлять интересы работодателей и выбирать из кандидатов лучше. Это не об эмиграции. Это другая тема, это трудоустройство. Может быть, когда-нибудь, но сейчас нет. Так, планирует ли Морден расширять список требуемых профессий? Морден принимает заявление от кандидатов, которые есть в списке провинции Манитоба. То, что указано в списке города Мордена, рассматривается в приоритете, но это не значит абсолютно, что рассматриваются лучшие или хуже, или быстрее, или как-то, чем остальные профессии. Задача – доказать вашу применимость в городе. Задача – доказать, что вы не спетляетесь с города при первой возможности. И даже если это будет профессия, которая не указана на списке Мордена, но она фигурирует в списке Манитоба – это проходной вариант. Что планирует делать Манитоба со своим списком востребованных профессий? Неизвестно никому. Может быть, они уже должны были бы его изменить на самом деле, укоротить, но пока что ничего не происходит. Поэтому пока есть этот список, ссылайтесь на список профессий Манитоба при подаче на любую программу поддержки общин на территории Манитоба. 3. Можно ли для экспресс-энтри стаж объединить с двух разных организаций должной стажи? Теоретически можно, но надо аккуратно это делать. Если стыкуется очень бриско, можно попробовать. 4. Ознакомительные визиты канули в лету или вернутся? На мой взгляд, они исходно были, не совсем нужным инструментом и вообще этапом процесса эмиграции. Это раз. Два. Сейчас разговор вообще не стоит. Опять же, как только Манитоба сдвинется с места и скажет, что ребята, у нас есть человек или хотя бы у нас есть понимание, что вот сейчас будет интервью. Надо пройти интервью с офицером Манитоба после того, что вас отобрала община. Вот он, этот офицер, назначили человека. Вот дальше уже можно о чем-то говорить. Сейчас вот этот вопрос, он очень большой. Соответственно, мы опять же есть кандидаты среди присутствующих, тоже есть, которые и мы тоже обращались к городу с тем, что есть люди, которым не нужна виза, они могут уже приехать, они там вакцинированы и на ознакомительный визит. Они говорят, нет, не надо приезжать, потому что у нас как бы некому проводить интервью на уровне Манитоба. И Манитоба не согласовывает визиты. На мой взгляд, визитов больше не будет. Единственный вариант, при котором визиты возобновятся, это полная отмена вообще карантинных любых мер. И это как минимум должно пройти пару лет. Вы понимаете, Манитобцы, они такие проляканные, они к этому телевизору прилипшие. Поэтому даже в своей голове иммиграционный координатор города Мордена представит, что сейчас кто-то приедет из Украины, России или Белоруссии сюда, привезет непонятный вирус. Она сама лично будет бояться, в первую очередь, будучи канаткой, вот от сих до сих, что вы привезете вирус, а не добавите денег в экономику страны. Поэтому, на мой взгляд, если и возобновятся визиты, то это будет не скоро. Как выбрать университет и поступить в него? Психология магистр. Берете университет, узнаете у него требования и поступаете, при этом имея английский язык на руках. Это процесс, который либо вы выясняете самостоятельно путем использования такого несложного механизма, как Google, либо вы привлекаете иммиграционного консультанта к подбору учебного заведения, вашему поступлению, после этого подача заявления на студенческую визу и все, что с этим связано. Если хотите, приходите на консультацию. Так, идем дальше. Если данные по срокам рассмотрения документов по шести новым провинциальным программам. По каким шести новым программам вы имеете в виду? Сроки сейчас примерно все вдвое дольше, чем в стандартное время. Медицинским опекуном можно эмигрировать в Морден. А что значит медицинский опекун, Ирина? А кого вы будете опекать? Вообще-то нет. Ну, то есть, как бы вообще медицинских профессий там в списке нету. Не знаю, напишите мне в директ, я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Так, как прошло совещание в Морде? Немного отобрали. Нормально отобрали, я же говорю. У нас было подано пять кандидатов, четверых отобрали. Один запорол интервью, честно скажем, да. Откровенно просто не отнесся, вероятнее всего, достаточно серьезных процессов. Остальных кандидатов отобрали, интервью прошли прекрасно, совещание прошло очень быстро. У нас есть кандидаты, которые со вчера на сегодня, да, там вчера прошли интервью с городом, а на следующий день уже комитет заседал и принял по ним решение. Морден нормально, они стараются максимально работать по полной программе и никого не задерживать. Стоит ли обращаться к вам в самом начале процесса подготовки к эмиграции? Это имеет смысл в том случае, если вы еще не выработали для себя эмиграционную стратегию. Если вы точно знаете, каким образом, по какой программе, с каким уровнем языка и каким пакетом документов вы будете эмигрировать, то готовьте его, а потом можете обращаться. Но если вы сейчас не знаете, а какие у вас шансы, по каким программам, и есть ли эти шансы вообще, то имеет смысл обратиться к нам для того, чтобы мы с вами сели и определились, что надо делать и стоит ли вообще смотреть в сторону Канады. Вы можете написать нам в директ, мы пришлем вам ссылку на первичную бесплатную видеоконсультацию, которая позволит вам уже иметь первое представление о том, как это все должно выдвигаться. А дальше, если вы захотите, можете заказать оценку шансов, на которой мы полностью выясняем вот а до я. Есть у вас шансы, какие эти шансы, по каким программам, по какому спектру программ, что для этого надо сделать, и все эта информация у вас полностью будет и в письменной, и в устной форме, и в течение месяца, мы потом еще и отвечаем на ваши дополнительные вопросы, разжевываем, так, чтобы вам процесс стал также прозрачен и понятен, как он понятен нам. Какие молодцы! Как тетя поет! Так, муж занижает баллы по Federal Skilled Worker Class. Можно эмигрировать сначала одной, а потом спонсорство супруга. Да, в принципе, я знаю, какие-то темы, и люди так делают. Вы можете указать, что муж с вами не едет, не знаю, и да, можно, можно попробовать, если прям вот значительная разница есть, просто, как правило, разница не очень значительная баллов, но если она у вас существенная, то я знаю, что есть такие прецеденты. Есть друзья в Соскочеване. Можно ли поехать к ним в гости и остаться там работать? Но если вы получите гостевую визу, то почему бы и нет? Если вы сможете приехать и найти работодателя, и переоформиться на месте, то почему бы и нет? Конечно, можно. Тут самая основная загвоздка сейчас – это получить гостевую визу. То, что у вас есть, друзья, в Соскочеване, это скорее минус, чем плюс для подачи на гостевую визу. Вот почему? Соскочеван – это далеко не туристический рай, скажу я вам честно. Это иммиграционный destination, да, то есть если офицер что видит? Друзья в Соскочеване, человек едет посмотреть Соскочеван, seriously, посмотреть на что? Как собака неделю по равнине бежит. Поэтому, если вы укажете, что вы хотите поехать по нескольким провинциям, погулять по Канаде на туристические достопримечательности, таки посмотреть хотя бы в Альберту, в Банк, в Ванкувер, ну вот эту часть поближе взять, да, с этой стороны, например, или от обратного, от Антарио пойти. И заехать к друзьям в Соскочеван, это скорее больше приведет к успеху получения вами гостевой визы, нежели я еду к друзьям в Соскочеван. Еду к друзьям в Соскочеван равно еду, чтобы остаться, потому что больше в Соскочеване делать нечего, только искать работу, это правда. Так, сколько занимает эмиграция времени, чтобы все собрать документы и спокойно уехать, спокойно может занять от одного до максимум, в нашем случае, в нашей практике было до 8 лет. Поэтому здесь сложно сказать, среднее 2-3 года, вот чтоб спокойно. По профессии администратор с английским хорошим есть работа, возможно получить джип-офер, администратором нет, вероятность мизерная. Это такая профессия, которую канадцы спокойно делают самостоятельно, а божопоньку поднимать свою не надо с кресла. А в основном востребованы в Канаде как раз те профессии, где надо копчиком трясти постоянно. Поэтому эта профессия, надо искать вам другие способы выезда. То, что английский хороший, это хорошо, но профессия администратора, это не самое ходовое. Скажите, пожалуйста, какой проходной балл сейчас по Federal Skill Trades? По Federal Skill Trades был там один отбор, 415 баллов, но он был один за весь год, больше не был. Там больше по Canadian Experience классно, но они как бы примерно тоже 400, что-то так. Собака неделю бежит, но это анекдот местный про Соскочеван, в принципе про Манитоба тоже, но про Соскочеван больше, чтобы понять, каков Соскочеван, надо выпустить собаку, и неделю можно смотреть, как она бежит поровнее. Это да. Там все так ровно вообще, просто как будто кто-то замерял. Ни холмиков, ни горок. Соответственно, ветер, как бы, этим же и оправдан. Так, идем дальше. Соскочеван 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 Соскочеван